Клубники в этом году очень много и я ее разными способами изготавливаю на зелу. Клубнику хорошо промываю под проточной водой и сушу на полотенце и только потом отрываю плодоножку. Плодоножку я не выбрасываю, что я с ней делаю покажу позже. Нарезаю плосинками примерно по 2-3 миллиметра одной толщины. Я сушить буду в дегидраторе, поэтому раскладываю на решетки. Но можно сушить в духовке, разложив ягоды на пергаменте на режиме конверсия при 70 градусах. Иногда дверцу нужно будет открывать для выхода пара. Также можно сушить в сушке, на бумаге для выпечки. Выбор остается за вами. Тут у меня около 5 килограмм клубники. Все ягоды поместились на 10 решетках. Сушить буду при температуре 55 градусов. У меня сушка заняла около 8 часов. Снимаются с решеток быстро и легко, без усилий. С пергамента ягоды отходят также легко. Вот столько сушеной клубники. Конечно, ее гораздо меньше, чем было. Из 5 килограмм клубники у меня получилось 460 грамм. Большую часть ягод я раскладываю по чистым банкам. В основном использую целые пластинки. Добавляю вытечку, мюсли, добавляю в рис и овсяную кашу. Кладу несколько ломтиков клубники, когда завариваю чай. Да и едим просто так, как чипсы. Особенно детям нравится. Небольшое количество я измельчаю, но не очень мелко. Отправляю в чашу блендера и перемалываю. Если зимой не хватает, то измельчаю еще. Для того, чтобы порошок не отсырел и не слипся комок, использую рис. Делаю мешочек из марли, отправляю его в баночку и засыпаю. Использую в коржах для торта. Добавляю в крем различные десерты. Вкус у клубники очень насыщенный. И теперь, как обещала, показываю, что я делаю с плодоножкой. Раскладываю ее на решетку для сушки овощей и сушу около часа. Или можно просто высушить на полотенце. Перекладываю в чистую сухую баночку и зимой добавляю в чай. Таким простым способом вкус у чая приобретает характерные нокти клубники. Друзья, приглашаю всех к телеграм-каналу. Переходите по ссылке, подписывайтесь. Будем вместе готовить и делиться рецептами. Спасибо, что доверяете и делаете заготовки на зиму вместе со мной.